приветствуем вас дорогие друзья на нашем канале данное время мы строим пристрой к дому своими руками опыта строительства у нас до этого не было всю информацию берем из интернета и конечно прислушиваемся к вашим советам сдача нашего объекта планируется концу сентября успеем мы или нет увидите сами в прошлой серии мы показывали как нам привезли в газоблоки сейчас мы будем расставлять их по углам нашего фундамента выводить углы и выставлять по горизонту вы увидите как работает лазерный нивелир который предоставил нам наш зритель валерий за что ему огромное спасибо установка угловых блоков это долгий и нудный процесс бегание с рулеткой из стороны в сторону кстати для этой цели мы специально купили длинную строительную рулетку о чем последствии пожалели дело в том что такая рулетка имеет свойство растягиваться и показания могут быть некорректны для этой цели как казалось лучше использовать обычную железную рулетку когда блоки будут расставлены полгом начнется их кладка непосредственно на раствор работа кипит если так мне как сюда надо сдвинуть немножко ну да дело тоже так думаю это мел какой-то вот так вот да и не только стояние не появилось вот все есть агарство во 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 вот сейчас вообще все чики-пуки все ловненько вот 44 расстояние отсюда до туда и отсюда до туда должно быть одинаковое маша хотела эти блоки это мне подносить я буду тебе подносить блоки ты будешь класть так от пару протаскаешь и уже потом устал тяжелую 36 килограмм окажется они не 36 мне кажется что не легче чем 36 килограмм вот гирю 25 килограмм потому что одной рукой тут что удобно двумя может мы совсем уж тут чересчур до долями эти микроны эти все высчитываю но хочется как бы чтобы к первому ряду отнестись более ответственно кстати она там смотрел настройку приезжал как кладут деку короче там никакой такой фигни они не заморачиваются конечно я не видел как первый ряд они выкладывают как вообще и потом на я даже это в интернете такого не видел ладно все одинаково давай замерим 44 должно быть получиться сейчас так держишь ага так все прямо натянуто вот вот так чуть-чуть немножко так сделаем так давай сюда на этот край вот вот сейчас вот сейчас все все вообще нормально проверили диагональ 5 метров у нас сошлась диагональ вот с тем кирпичом значит все угол 90 градусов уже у нас есть да у нас вот пол будет вот примерно где-то вот 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 здесь вот вот потому что в пол в доме вот от этого бревна идет вот от этого соответственно где-то он будет у нас может наверно вот от этого даже не чуть побольше это надо будет проверять а сейчас мой первый ряд положим вы просто в чем я всего думаю как кто-то говорит что вот здесь вот просто выложить вот так от кирпичами пол подровнять кто разбирается в этих вопросах могут написать как лучше и экономно постелить пол так же интересует вопрос при каком расстоянии между стенками фундамента не нужно ставить тумбу натянули пленку только натянули как раз пошел дождь ночью стекловато ну как бы есть там стекло то что говорит для внутренней отделки такая не годится что ли вот это что если тут закрыть это все гипсокартоном то лучше убрать тогда ее напишите в комментариях можно оставить или нельзя ее или лучше убрать тогда или сегодня или завтра нам этот лазерный нивелир пообещали привести но сейчас мы все равно мы не остановимся мы сейчас проверим диагональ еще раз перепроверим и попробуем этот гидро уровнем вот он он длинный у нас этот гидро уровень вообще его хватит с этого угла и там наверно еще запасом мы его сейчас обрежем этот гидро уровень просто мы вот отсюда чтобы нам хватило и вот досюда и будем уже мерить зачем нам такой но тяжело с ним работать мы его обрежем и будем пробовать вкусно вот эти расчеты все это вообще выматывает так чисто морально мы тогда когда фондами делая неделю совы и делаясь так неделю мы просто это разными методами пробовали пока вот этот метод три четыре метра метра не нашли ну это долго там всякой фигню это продали чай попьем кофе чай потом продолжим продолжим там будем держать вас в курсе дела что у нас тут происходит вон курица сама лежит суп я у меня сколько у нас произошла авария ну в смысле что с поломка электрической плиты я кучила плитку первая это хотела жарить картошку потом говорит ладно ее так сильно не то есть в духовке больше едят ее плитку выключила духовку кучила она бум и загвалось там что-то и свет выключился замкнуло что-то хорошо что у нас есть печка сейчас будем варить ну я утром варила все нормально было все я кашу утром сварила отключил духовку провода все выдернул из нее сзади там но она все равно замыкание происходит и не включается я не знаю что потом сейчас просто времени нету вот хорошо что есть у нас вот такая сейчас будем варить здесь картошку сварить но картошку мясо долго бы ловилось такого бы из бролера сейчас мы его бошку быстро трубим обшипаем и все б спустим вкусно наверное получится да? они все убегают не хочет быть еще как рано наш самый раз самый раз что он не хочет но что он что он не хочет чтобы не 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 Вчера мы связывались с нашим зрителем, его зовут Валера, и он нам пообещал лазерный уровень. Как раз он написал нам в контакте, и мы ездили, забирали его. Вообще лазерный уровень, днем-то с ним работать как бы невозможно, вот как раз мы ждем, когда немножко потемнее станет. Поставим лампы и будем работать ночью. Сегодня вы увидите лазерное представление, потому что вот этот лазерный нивелир, он вообще такой супер, Валера нам дал супер лазерный нивелир, он вообще 3D, то есть можно его поставить, он и на фундаменте, угол выведет, и этот горизонт выведет, все сказать, все вообще делает, вообще уровень супер. Сейчас немного стемнеет, начнем увидеть и все это свето-представление лазерное шоу. Я просто первый раз его вижу. Ну я в интернете-то видел, в прокате таких нету, там только вот 360 градусов и просто на стенке угол, а тут вообще он 3D, то есть в любой плоскости работает. Уже приготовил смесь, все подготовил, железные вот такие столбики будем вколачивать. Пока мы это все делали, так и не проверили диагональ, сейчас быстренько будем проверять диагональ, потом еще перепроверим все лазерным уровнем, и потом уже выставим горизонт, и тут же ночью, ну как ночью, когда в темноте будем, фонари повесим везде, там фонарь повесим, я уже там подготовил, вот поставил лесенку, здесь тоже сделаем фонарь, и все, и будем, будем, это ночью работать, а завтра днем будем все и спать. измеряем общую диагональ от того угла до этого, сколько не видно, десятку будет. Что все, да? Да. Вот так, это 89 получилось, 8 метров 9 сантиметров, сейчас туда вон иди, на тот, а я на этот. О! 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 Ура! Сошлось! Сошлось! О! Наконец-то! Друзья, можете нас поздравить, у нас все диагонали сошлись, оттуда сюда, и оттуда сюда. Да, здесь тренога, и еще один уровень вазерный тоже, сейчас откроем, все покажем, и здесь вот сам вот этот нивелир. Так, наверное, сразу же перейдем, вот тут, тут значит у нас, этим мы, ну этот нам не пригодится, так тренога пригодится. Просто, с точки доставлять, да? Это, это просто на стене, на прямую, угол, это для стены. Так, закрываем. Сразу же, чтобы не забыть Валерию, огромное спасибо, вообще. Он наш сильно выручил. Он спаситель наш. Ну, потому что мы бы с гидроуровнем где-то долго бы маялись. Так, вот он сам. Такой вот, видите, у него везде идут эти лучи лазерные. лазерные. Сейчас его включим. О! О, уже можно. Может светит во все. Светит. Видно, да, наверное? Ну, плохо. Еще пока. Ну, нет, для зрения нормально. Сейчас мы его установим на уровень. Сейчас, наверное, тут вот видите, режимы переключаются. так. Этот что у нас? Это что у нас? О! Эта линия. Вот смотри, вот сюда вот покажи. Вот видишь? Вот он угол. Вот он. Так-то бы по уровню его поставить. Вот он. Ого! Сейчас настроим его, полагается. И это, и уже будем это проверять. Вот как-то расположить вот здесь. Угу. Чтобы он и ту стрелял, и эту. Вот как-то так вот надо. А еще на треногу? А как ты треногу сюда подставишь? Я вот просто не пойму. А? Да, да, да. А там не видно, наверное. Ну, по этой веревочке черти. По веревке черти. Вот она идет. Ну, а ты где собрала чертить-то? На фундаменте. На фундаменте, да. Да. Поставили вот так. Одну ножку убавили. И все нормально. Вообще классная штука. Нравится, да? Как это работает. Сейчас, представляешь, диагональ не сойдется. Маша тут еще маркером сейчас очерчит. Потому что завтра уже надо отдавать будет. У нас сейчас тут один шанс такой. У нас план такой, что по углам надо уже на раствор посадить кирпичи. По горизонту, чтобы все было. Вот оно, лазерное шоу. Светопредставление наше. Да? Мы такой же себе возьмем. Да. Но он, наверное, стоит. Если тот вот просто, который на 360 и, ну, нивелир 12 тысяч, этот фиг его знает. Ну, можно на Алиэкспресс там где-то. Я не знаю. Подольше пришлось немножко помучиться при установке лазерного нивелира. Все тоже выставили. А, как мы поняли, когда линия мигает, значит, нивелир установлен не по уровню. А вот когда вот горит, вот так вот, значит, все нормально. Что у нас получается? Вот здесь вот жопа получается, как и мы предполагали. Сейчас, наверное, походу придется это болгаркой спиливать. Потому что здесь вон какое расстояние. Три с половиной сантиметра вверх уходит. Вот он наплыв. Здесь уже нормально идет. Ну, как один сантиметр. Сколько тут? Два сантиметра. Два сантиметра тоже дофига. Потому что вот здесь уже идет вровень. Вот. Здесь. 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 Там. Там чуть-чуть. Совсем. Там. Вот здесь вот. Все ровно. Все зашибись. Тут вот немножко повыше. Это ерунда. Самая проблема это вот. Вот в этом. А тут вот. Немножко тоже ниже ушло. Ну, а тут один сантиметр. Миллиметр. Даже сантиметра нет. Маленько совсем. Тут нормально. Тут тоже где-то один сантиметр. Тут тоже нормально. Здесь вообще вровень нет. Вот он так. Сейчас ночью придется эту болгарку заводить. Ну, все тогда. Вчера ночью пошел дождь. И мы не успели из них что-то сделать. Ну, как. Что-то сделали. Поставили вон там. Отметили. Будь здоровым. Будь здоровым. Пилится легко. Бам. Отвалился. Отпил? Конечно. Вот он. Вот он. Получился ровненький. Угу. Срез вообще. Я сам даже удивился, что он так ровно получился. Вообще ровненько. Ну, это и пойдет вниз. Там же цемент будет. Ну, все равно ровность не помешает. А? Ватки. Ломается только пипец. Упал он. Упал? Ну, надо было поддержать рукой. Треснул. Ребята, у нас катастрофа произошла. После вчерашней корректировки. Лазерным уровнем. У нас никак. Вот сегодня день. Ну, там. Конечно нас отвлекали тоже. Но мы день пытались вывести диагональ. И никак ничего не получалось. Сильно мы двигать тоже не хотели. Это все. Дождались вечера. Сейчас начнется. Все заново начнется. Скорее всего это произошло. Потому что вот здесь вот у нас. Блок стоял. Но. По другому. И. Мы только на следующее. Ну, утром можно сказать. Начали его выставлять. И тут. Вот по веревочке его. Ну. Очертили то. А. Показывают. Вот где оно. Надо двигать его. Вот его двигать надо. Ну да. Сейчас это. Вот она линия. Линия то вот очерчена. Как бы правильно. Но почему то. Хрен его знает. Сейчас. Будем. Что по новому делать. Все по новому. Да. Вчера тоже. По зоопарке видимо. Пытались. Лазерный нивелир. Установить. На треногу. Когда можно было вот так вот его. Легко и просто. Установить. Вот. И все. Так. Все у нас диагонали сошлись. Сейчас. Наконец-то. Весь день с ней мучились. Пудня сказать. Ну да. Ну да. Ну да. Вот так. Выглядит. Наша стройка. Ночью. Палка надо было. Ай вот это кадр. И по густе еще. По густе. Плавить. Повед실. Плавить. Работы им как всегда нужно. Работы им как всегда нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один положили Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok